Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о телескопе High End Class, который отлично зарекомендовал себя в эксплуатации не только у любителей астрономии, но и в различных образовательных центрах. Итак, знакомьтесь, Celestron CPC-800 GPS, небольшой, но мощный телескоп в системе Шмидта Кассегрена на полностью автоматизированной азимутальной монтировке. Комплект поставки состоит из двух достаточно больших картонных ящиков общим весом более 45 кг. В одном упакован мощный и добротный стальной трубчатый штатив, диаметр стоек штатива 2 дюйма, здесь же имеется литая металлическая полочка-распорка, выполненная в форме трелестника. В другом ящике сверху находим полимерную крышку и две небольшие картонные коробки, в которых бережно упакованы оптические и электронные аксессуары. Под крышкой надежно уложена вилочная монтировка с уже установленной трубой. Сборка телескопа проста и интуитивно понятна. На концах ног штатива расположены массивные металлические наконечники, которые позволяют надежно установить его в полевых условиях. Конструкция штатива отлично продумана и прекрасно изготовлена. Мощная верхняя площадка штатива позволяет быстро и точно установить телескоп. Для этого предусмотрен пузырьковый уровень и центровочный штырь, а также три подпружиненных винта фиксации и монтировки. Винты не выпадают и имеют удобные пластиковые рукоятки, что позволяет собрать телескоп без использования инструментов. Примечательная распорка для ног штатива. Она летая, металлическая и имеет шесть мест для аксессуаров. Оригинальная форма трелестника позволяет не снимая распорки – сложить штатив просто повернув ее. Стоит отметить специальный нейлоновый ремешок для фиксации ног штатива при транспортировке. Для переноски монтировки предусмотрена большая прочная ручка на правой части вилки. Используя эту ручку и углубление снизу на левой стойке можно без труда установить телескоп на верхнюю площадку треноги. Монтировка телескопа – это мощная азимутальная двухперьевая вилка с уже установленной трубой. Основание монтировки скрывает шарикоподшипник диаметром почти 10 дюймов и металлический червячный привод вертикальной оси. Привод горизонтальной оси меньшего размера скрыт в перьях монтировки, здесь же расположена эргономичная ручка фиксации оси. Ручка фиксации вертикальной оси расположена по центру основания монтировки. Правее и ниже мы находим выключатель и разъем питания, а также разъемы для подключения автогида и компьютера. Левее по окружности расположены разъемы для подключения других внешних устройств и пульта управления. Для его установки на левой части вилки предусмотрен удобный держатель. Это позволяет вам легко управлять телескопом левой рукой. А правая остается свободной для смены окуляров или фокусировки. Труба чрезвычайно компактна и имеет длину около четырехсот тридцати миллиметров, а диаметр менее двухсот пятидесяти миллиметров. Под пластиковой крышкой, фиксирующейся в специальных пазах, находим основную оптику телескопа. Корректирующая пластина покрыта высококачественным многослойным просветлением, а главное зеркало имеет защитное покрытие и повышенный коэффициент отражения. Все это призвано снизить потери света и блики, повысить контраст астрономических объектов. Юстировка телескопа производится тремя юстировочными винтами, расположенными на праве вторичного зеркала. А надпись FASTAR означает, что на место вторичного зеркала можно установить астрокамеру для съемки с высокой светосилой. Окулярная часть выполнена из металла, что позволяет устанавливать тяжелые двухдюймовые аксессуары. Фокусировка осуществляется подвижкой главного зеркала. Ручка расположена справа от окулярного узла. В комплект поставки включены стандартные аксессуары с посадкой 1,25 дюйма, диагональная призма, визуальный адаптер и отличный окуляр PLOSEL 40 мм. Они не раскрывают всех возможностей телескопа и комплектацию необходимо дополнить в первую очередь окулярами на большие и средние увеличения. Кроме того, имеется превосходный оптический искатель 9x50 на оригинальном кронштейне с платформой, что позволит быстро устанавливать и снимать искатель, не сбивая его настройки. Для установки платформы используются два винта в левой задней части трубы. Съемный кронштейн фиксируется винтами справа у основания платформы. Юстировка искателя выполняется двумя винтами на заднем кольце кронштейна. В собранном виде телескоп красив и компактен, что позволит удобно проводить наблюдения даже с небольших площадок и балконов. Из электронных аксессуаров в поставке имеется интерфейсный кабель RS-232, кабель питания 12 вольт от прикуривателя и, конечно, новейший пульт управления Nextar Plus. Рассмотрим его внимательнее. Изменились надписи на кнопках, они точнее отражают свои функции, поменялась эргономика кнопок, курсора, их стало легче находить на ощупь, но самое главное пульт стал многоязычным, в том числе русифицированным. Благодаря встроенному GPS приемнику, определяющему место наблюдения, дату и время, мы сразу попадаем в меню позиционирования. Наиболее точной и надежной является настройка по трем ярким звездам. Имеются также более быстрые, но менее точные установки по звездам из списка по одной звезде или объекту Солнечной системы. Уж что, а Луну на небе отыщет каждый? Этот телескоп в первую очередь позиционируется как планетарный, и нам сполна удалось полюбоваться объектами Солнечной системы. Конечно, первой была Луна, от огромного количества деталей просто захватывала дух. Горные хребты, разломы, лавовые поля, центральные горки и валы крупных кратеров, а также невероятное количество мелких. Не меньшее впечатление оставила и крупнейшая планета Юпитер. Тень от Ио и большое красное пятно сразу бросались в глаза, затем обнаружилось немалое количество деталей не только в экваториальных поясах, но и в умеренных зонах и полярных областях. Другой газовый гигант Сатурн, несмотря на небольшую высоту над горизонтом, также показал много подробностей. Щелька сини, тень от диска на кольцах и даже от колец на диске, поясные зоны и конечно яркие спутниковы во главе с Титаном. Даже небольшой Марс порадовал не только своим цветом, но и некоторыми подробностями на диске. В моменты успокоения атмосферы можно было различить не только очертания морей и материковые участки, но и полярную шапку и даже белесые марсианские облака. Используя автоматический поиск, телескоп легко находил и дипской объекты. В известной галактике М-51 прекрасно наблюдались центральное ядро и яркий спутник, боковым зрением удалось рассмотреть и спиральную структуру, похожую на водоворот. Яркое шаровое скопление М-13 в созвездии Геркулеса разрешилось на огромное количество звезд как в центре, так и на периферии. Заметен был и пропеллер – трехтилучевая пылевая туманность, расположенная чуть в сторону от центра скопления. Особо порадовал нас телескоп при наблюдении планетарных туманностей. Знаменитое кольцо М-57 в созвездии Лиры контрастно выделялось на темном фоне, хорошо просматривалась овальная форма туманности и неяркие, но вполне различимые цветные оттенки. Следующей была планетарная туманность М-27 в созвездии Лисички. Были заметны изменения плотности вещества в центральной области и тонкие изящные арки вокруг провалов по бокам туманности. Цвет туманности, конечно, не такой насыщенный как на фотографии, но различался вполне уверенно. Уже в базовой комплектации, кроме визуальных наблюдений, телескоп позволяет успешно проводить фотографирование Луны. Дополнительно, используя линзу Барлоу для увеличения масштаба изображения, можно получить отличные результаты по ярким планетам. А если установить телескоп на экваториальный клин, то возможно фотографировать и Deep Sky объекты на длительных выдержках. Отметим также, что телескопы серии CPC очень популярны во всем мире, и именно в эту модель проводил наблюдение президент США Барак Обама. Кроме этого, аналогичный телескоп был даже отправлен в космос для наблюдения из борта международной космической станции. Подведем итоги. Celestron CPC 800 GPS – мощный и качественно изготовленный телескоп. Он очень прост в сборке и управлении, и отлично подходит для транспортировки даже в небольшом автомобиле. Жесткая устойчивая монтировка, достаточно качественная оптика, продуманная в целом конструкция, возможность подключения большого количества дополнительных устройств делает данный телескоп весьма удачным приобретением для любителей астрономии. Телескоп универсален и подойдет как для визуальных наблюдений, так и для достаточно продвинутого астрофота. Конечно, для раскрытия всех возможностей телескопа желательно заменить штатные оптические аксессуары на более качественные, желательно полдюймовые. Celestron CPC 800 представляет огромные возможности в любительской астрономии и станет превосходным выбором для всех желающих серьезно заняться наблюдением звездного неба. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!